Так или иначе, сегодня будет представлено. Плюс есть небольшой для вас бонус. Я немножко в конце поговорю о том, можно ли мотивировать и построить команду удаленную, именно делать из нее такое единое целое. И хочу сразу сказать, что все, что я буду говорить, это в основном мой опыт личный, выводы из этого опыта и какие-то рекомендации. Конечно, я была бы счастлива дать такую таблетку, которая всем бы однозначно помогла, но я знаю, что опыт у всех разный, среда у всех разная, поэтому если какие-то вещи вам покажутся очевидными, либо сложными, неприменимыми, я надеюсь, они как минимум вас вдохновят на то, чтобы делать то, что делаю я. А что я делаю? Я скрещиваю непохожие друг на друга области. Как я это делаю? Собственно, если мы пойдем дальше, на следующем слайде мой опыт и то, чем я сейчас занимаюсь. Вот Леша уже сказал, что всем интересно, что же такое талант-менеджмент. Дело в том, что в нашей компании, в Improve Group, где я сейчас работаю, талант-менеджмент тоже такой не очень классический пример талант-менеджмента. То есть если переводить, это управление талантами, но по факту я занимаюсь не только некоторыми ячарскими проектами по развитию людей, выявлению их талантов, взаимодействуя команд, но еще и организации стратегического планирования в компании, того, чтобы вся компания, все ее подразделения работали в едином русле, чтобы люди были вовлечены и им было интересно достигать всех целей вместе. Вот. Это такая новая для нас область. Я занимаюсь этим с января этого года. До этого я была руководителем отдела маркетинга и пиар. Всего в IT, как уже видите на слайде, три года. За это время много всего разного происходило. Мы выросли. Довольно небольшая у нас была компания. Когда я пришла, у нас было человек 8, сейчас у нас 46. То есть представляете, что это такой очень бурно растущий коллектив, бурно растущий бизнес. Ну и благодаря этому было очень много разного опыта. До этого я занималась некоммерческими проектами. Очень много лет работала в международной молодежной организации ISEC. Возможно, кто-то из вас о ней слышал. Если не слышал, я искренне рекомендую с этими ребятами знакомиться, дружить, делать совместные проекты. И наверняка многие из вас знают, особенно те, кто в Москве. Такой проект, как «Душевный базар», где собираются на рождественскую ярмарку некоммерческие организации, фонды города и соседних городов. И происходит просто какая-то магия, такой фестиваль добра и полезных дел. И еще из некоммерческого опыта у меня есть страсть к конференциям. В частности, я была организатором двух TEDx-конференций. Ну и очень люблю вообще разбираться о том, как делаются события, особенно обучающие события. Поэтому веду блог. Если говорить о командах, то мой опыт работы с командами, он, конечно, в основном из некоммерческой сферы. Я три года занималась этим за границей. И я два года прожила в Македонии, руководила международной командой. Все одной, потом другой. Параллельно у меня была еще команда с разных стран, которая физически ни разу не встретилась. То есть были люди из стран от Малайзии до Колумбии. И в Европе были люди. То есть приходилось как-то координироваться и вместе делать проект. Плюс я очень много путешествовала, ввела различные образовательные мероприятия, тренинги, конференции. И все это очень много всякого разного различного опыта мне дало. Да, ссылочка на блог уже появилась в чате. Она же есть на слайде. xevent.com. Собственно, это блог о том, как организовывать события. Я стараюсь писать о событиях не с точки зрения ивент-агентства, такого профессионального, храткорного, а скорее с точки зрения людей, которые этим не занимались никогда профессионально. То есть если вы даже не умеете делать события, не знаете, что это такое, но задумывались об этом, хотите попробовать, то, наверное, в моем блоге самые такие полезные вещи можете найти. Вот. Ну, вообще я люблю еще очень разнообразие. У меня много всяких разных других проектов. Не буду сейчас на них подробно останавливаться. Даже однажды книжку написала. Вот. Но сегодня давайте поговорим все-таки больше не обо мне, а о том, как мы можем применять мой опыт в НКО и в работе с айтишными проектами. Как вы видите, опыт в IT и в НКО, он есть. И давайте попробуем его вместе спрестить. Но чтобы у нас тоже дискуссия такая немножко получалась, я, к сожалению, вас не слышу, только вижу, что вы пишете, давайте немножко поговорим уже не обо мне, а о вас. Можете написать циферку, сколько примерно лет вы работаете в сфере некоммерческих организаций? Только пришли в нее нолик или год работаете, или много лет? Напишите в чат, чтобы представлять, какой у вас примерно опыт. Кто-то интересуется, кто-то уже 5 лет работает, кто-то только начинает. Один год... Угу, 19, с ума сойти. Это же очень-очень круто. Вижу, что аудитория у нас очень разношерстная. Много есть людей с разными, да, с разным опытом. А давайте сейчас напишем не годы, а плюсики просто. Если у вас есть опыт управления именно проектами, краткосрочными проектами, счет к определенным результатам, то, что, может быть, не повторяется постоянно, но нужно делать плюс-минус кто-то ставит. У кого-то есть опыт, у кого-то нет. Ну, классно. Я вижу, в основном опыт есть. Если у кого-то нет, не стесняйтесь. И последний вопрос, да, какой у нас есть опыт в IT-сфере? Кто работал с программистами? Давайте тоже либо плюс, либо минус. У кого-то очень много опыта. С программистами, с разработчиками, с дизайнерами, с теми людьми, кто создает сайты, программы на девочковом уровне. Классно. Пишет нам Варвара. Смотрите, я постаралась сегодня обобщить свой опыт так, чтобы максимально разной аудитории это было полезно. У нас сейчас чуть больше 50 человек здесь. И есть люди, которые в этом очень хорошо разбираются. Есть люди, которые в этом совсем не разбираются. Я очень надеюсь, что какие-то мысли вы для себя почерпнете. Давайте уже начнем. Тут такой слайд у меня веселенький для вас, который символизирует нескучность нашей с вами беседы. Я вообще не фанат того, чтобы убивать людей с скучными презентациями, как на этой картинке показано. Чтобы вам не было скучно смотреть только на текст и слушать, как я рассказываю о разных вещах, еще будут вот такие веселые картиночки. И надеюсь, что вы проведете этот час, если не только с пользой, но еще и с удовольствием. Картиночки нам помогут. Начнем мы с ошибок. Ошибки, которые часто возникают, или грабли, на которые наступают люди, которые начинают работать с удаленными проектами, они на самом деле такие вроде бы очевидные, но иногда кажется, что об этом можно было подумать заранее, а не набивать эти шишки. Самые популярные, которые я выбрала для нашего сегодняшнего вебинара, это ошибки, связанные с взаимодействием с командой. Первое из них — это мания контроля. Многие люди, когда начинают работать с удаленной командой, или еще веселее, когда это удаленно один человек, два человека, еще если это волонтеры, они пытаются как-то, как на этой картинке показано, приковать людей к компьютеру с той стороны и сделать так, чтобы они сообщали о каждом своем шаге. Это большая ошибка в плане того, что это делает людей неуверенными в том, что они делают что-то правильно. И есть такие, знаете, трекалки часов. Наверное, это вообще самое жестокое изобретение человечества, когда, знаете, специальная программа записывает, сколько часов человек пользовался компьютером или делает скриншоты с какой-то периодичностью, чтобы проверить, что он все это время действительно работал, а не сидел там в ВКонтакте или в Фейсбуке или что-то еще. Это совершенно ужасно, не нужно ни в коем случае так делать. Запомните, что если вы будете переусердствовать с контролем людей, работающих удаленно, скорее всего, они перестанут с вами работать. Такие ситуации происходят всеместно, в том числе и в компании, потому что это некомфортно для людей, которые выбирают удаленную работу. Вторая ошибка – то, что ко всем людям применяются одни и те же способы работы. Всех чешут под одну гребенку. Особенно печально, когда чешут под одну гребенку и людей, которые работают, скажем так, в более-менее уже существующих таких давно профессиях, как, не знаю, копирайтеры. Не знаю, люди давно уже научились писать тексты, просто, может быть, не так давно стали делать это удаленно. Но одно дело – работать с копирайтерами, совсем другое дело – работать с дизаймерами, третье дело – работать с разработчиками, совсем четвертое дело – если это все люди из одной команды, либо из разных команд, либо это разные фрилансеры. В общем, не нужно применять все-все-все-все универсальные какие-то таблеточки к всем людям. Нужно все-таки смотреть, как с каждым конкретным человеком будет работать эффективнее. Третья ошибка – да, мы ее так весело называем у себя в компании «ты же программист» – это нежелание разобраться в том, как устроена айтишная часть вашего проекта. Когда люди говорят, ну, ты же программист, ты вот и скажи мне, как надо делать, а мне как бы все равно, мне главное, чтобы было сделано. Вот. Люди, которые работают в айтишной среде, они очень это любят. Они, конечно, любят чувствовать себя экспертами, но они не чувствуют, что вам интересно то, что вы делаете вместе. Вот. Не скатывайтесь в эту ошибку, тоже старайтесь разобраться, даже если вы девочка, гуманитарий, которая совсем не понимает, что такое кот. Это не страшно. Нужен искренний интерес и понимание того, что та работа, которая делается, она вам тоже любопытна, вам тоже хочется разобраться. И последняя такая очень частая ошибка, перед тем, как начать работу с удаленной командой, человек, бывает, сам не понимает, что он хочет и начинает команду путать, начинает говорить что-то сначала одно, потом по ходу совершенно другое. Тоже это очень сильно мешает работе, поэтому если вы не знаете, чего вы хотите, то советую сначала разобраться с тем, что хочется, поставить какую-то цель, а потом уже находить людей для ее исполнения. Это самые такие часто встречающиеся ошибки. И как с ними бороться? Мне кажется, что есть два золотых правила, всего два. Если вы ничего не запомните с сегодняшнего вебинара, пожалуйста, запомните эти два золотых правила наверняка. Я сейчас скажу о золотых правилах, а потом отвечу на вопросы, которые появляются в чатике. Первое золотое правило, внимание, сейчас самое важное правило, то, что нет ничего очевидного. Часто мы об этом забываем, но у всех людей очень разное представление о том, что и как должно делаться. Кто-то привык в одном стиле работать, кто-то в другом. Видение мира у людей может быть совершенно разнообразное. И очень важно поэтому на самом первом этапе, до того, как вы начали работать, проговорить взаимные ожидания друг от друга, исследовать им. Исследовать даже тогда, когда не получается. И проговаривать их снова, и все равно следовать, даже если кто-то из вашей команды их нарушает. Если вы будете следовать этому золотому правилу, поверьте мне, сразу станет жить намного легче, потому что большинство ошибок в работе с удаленной командой совершается из-за того, что кто-то говорил, «А, я-то думал, что ты вот это имел в виду». И получается то, что люди делают не то, о чем они договорились. Вторая ошибка, которая часто встречается... Прошу прощения, у меня тут звонит телефон, я его быстренько выключу и вернусь. Еще раз прошу прощения. Собственно, второе правило золотое, кроме того, чтобы договориться об ожиданиях, держать руку на пульсе. Тут есть два разных подхода, в зависимости от того, какие у вас требования, бюджет и план на ваш проект. Если требования очень четкие, и бюджет четкий, и план вы тоже составили очень четкий, то очень важно, что вы постоянно отслеживаете выполнение этого плана. Если же у вас такой проект, когда и требования, и бюджет, и план довольно гибкие, то все равно требуется довольно часто, а главное регулярно, совершать такие, что называется, чекпоинты, то есть подводить итоги по прогрессу в процессе того, как вы делаете какой-то проект. И вот здесь вот в чате я видела очень хороший вопрос, мания контроля, как насчет daily scrum meeting, который проводится часто среди команды. Вот мне кажется, что daily scrum meeting – это как раз такой регулярный чекпоинт, который очень нужен и важен, но если он проводится по всем правилам scrum meeting, то он не вызывает ощущение того, что вы хотите слишком сильно контролировать работу людей. Но если вы перегибаете палку и начинаете допрашивать людей и, не дай бог, выбираете какие-то вот эти программки для того, чтобы следить, на какие сайты они ходят и сколько часов конкретно они на что потратили, тогда доверие очень быстро падает. Так что давайте запомним эти два золотых правила. Первое, что нет ничего очевидного, нужно обо всем договариваться, проговаривать ожидания в самом начале, исследовать им, и второе – постоянно держать руку на пульсе. Если мы поговорим о том, как удаленные команды вообще существуют, за счет чего они становятся эффективными, то мы увидим, что самое главное в эффективных командах – это эффективные коммуникации. И у меня вот есть такое сравнение, мне оно очень нравится, что коммуникации становятся такой, знаете, кровеносной системой для всей команды, то есть если вдруг коммуникации начинают идти неправильно, либо не в ту сторону, либо они прекращаются, то весь организм удаленной команды, он просто погибает. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас получалось вместе эффективно работать, пожалуйста, обратите внимание на то, как эти коммуникации у вас построены. Собственно, сейчас мы об этом поговорим более практично, более конкретно. И первая вещь, о которой хочется поговорить отдельно – это технологии. Конечно, мы с вами живем в вообще совершенно удивительное время. Технологии помогают нам взаимодействовать и коммуницировать намного эффективнее, и работать онлайн гораздо проще, чем это можно было сделать лет 10-20 назад. Но вместе с технологиями приходят и некоторые сложности. Первое, то, что хочется сказать о технологиях, это то, что не давайте себе использовать только привычные способы общения и не стесняйтесь делать, брать максимум от тех технологий, которые есть. То есть, например, если мы говорим о каких-то созвонах, еженедельных или там даже ежедневных, может быть, многие не задумываются об этом, но созвоны давно нужно заменить на видео-чаты, потому что технологии давно позволяют делать эти видео-чаты качественными, комфортными. Собственно, наш с вами вебинар уже хорошая иллюстрация того, что видеотехнологии дошли до того уровня, что ими нужно и можно пользоваться. И мой вам совет – не фокусируйтесь только на привычных способах. Понятно, что большинство знает Skype, многие пользуются Google Hangout, но есть также различные специализированные приложения и системы. Ну, из тех, которые я знаю и когда-то использовала в своей практике, это УВУ. У вас будет презентация в конце в виде PDF-файла, так что вы можете пройти по всем ссылочкам. УВУ – это прекрасный совершенно чат, который может 12 одновременно участников с видео показывать на одном экране и довольно удобный, довольно комфортный для того, чтобы работать с большой командой. Особенно если вся команда находится, каждый человек в разных местах. Вот. И второй совет, который я хочу вам дать – это эффективная подготовка ко встречам. То есть если вы назначаете видео-чаты, назначаете такие вот онлайн-встречи со своей командой, то пользуйтесь чек-листом, который есть у меня в блоге, пользуйтесь правилами, как эффективно подготовиться ко встречам. Сейчас не буду подробно на этом останавливаться, думаю, там у нас в блоге довольно подробно все расписано. Там есть такая серия постов из трех частей, и можно скачать чек-лист. Тут идет какая-то активная дискуссия в чате, я за вами не успеваю. Давайте мы тут… Если у вас появляются какие-то вопросы, Леша будет их собирать в кучку, и потом мы можем к ним вернуться. Что еще, кроме видео-чатов, важно в эффективной коммуникации? То, что даже если вы разговариваете о каких-то вещах голосом, очень важно всегда фиксировать резюме вашей встречи, вашего разговора в письменном виде. Это, наверное, самое золотое правило, которое мои project-менеджеры из Improve Group мне передали. Сказали, пожалуйста, скажи этим людям, кто будет стоять на вебинаре, и что это суперважно, без этого вообще никак. И часто такие простые вещи, как привычка записывать, что решили, кто ответственный, какой срок у задачи, какие вопросы остались нерешенными, фиксировать эти договоренности после созвонов, после видеочатов в письме, они помогают людям разобраться в процессе работы над проектом потом очень сильно. И тут это связано со следующим пунктом, о котором хочется тоже отдельно поговорить. То, что, понятное дело, что у команды нет своего какого-то общего пространства для того, чтобы взаимодействовать, как у нормальной команды мог бы быть офис. Но ничто не мешает сейчас с помощью технологии создавать так называемый виртуальный офис, то есть какое-то место, где хранятся все файлы, где происходят основные коммуникации, пишутся комментарии, и где это все структурировано в каком-то понятном виде, каждый человек знает, как этим всем пользоваться. Из того, что я хочу отметить для таких начинающих людей, начинающих руководителей проектов, важно, что если вы работаете с отдельными людьми, фрилансерами, тем более с молодыми людьми, возможно, вам хватит и какой-то просто закрытой группы в социальных сетях, не нужно заморачиваться насчет специальных программ. Вы можете там скачивать файлики, загружать туда файлики, можете там же вести какие-то основные коммуникации. Особенно, если у вас там небольшое количество людей, они волонтеры или они все, не знаю, представители молодого поколения, которые в соцсетях чувствуют себя как рыба в воде. Если же у вас более такая структурированная работа, более, может быть, команда, привыкшая к формализованным процессам, то, скорее всего, вам будет более полезно использовать хранилище файлов, которые здесь перечислены. Это всего лишь некоторые из примеров, которые мы используем. Google Drive, Dropbox или Box, они помогают делиться файлами и рассортировать их по папочкам, так же, как на вашем компьютере. Также Google таблицы могут быть хорошим заменителем виртуального офиса. И специальные платформы, которые для этого как раз и созданы. Про Google таблицы я хочу сейчас показать простой маленький пример. Для этого я расшарю сейчас свой экран. Презентация ненадолго пропадет, но должен появиться мой экран. Сейчас я это сделаю. Start demonstration, говорят. Хочется как-то увидеть, появился ли у вас мой экран с вебинаром. Если появился. Да, все видно, так что можешь... Да? Отлично. Вот сейчас я иду в свой Google Drive, в Google Диск, и давайте представим, что я здесь нажала создать и создала Google таблицу. Но она у меня уже есть создана, поэтому я ее просто открою вам на следующей вкладочке. Вот представим, что у меня есть некоторый проект-сайт. Иногда для небольшого проекта, тем более, когда у вас есть люди, которые совершенно не умеют пользоваться какими-то специальными сайтами, специальными какими-то программами для ведения проектов, достаточно хотя бы просто такой таблички. Что здесь в этой табличке есть? На первой страничке мы пишем самые общие вещи. Это цель нашего сайта. Ну, здесь, конечно, просто так для примера написано сделать оплупительный сайт, вы напишите здесь какую-то свою более четкую, правильную цель. И какие-то ссылки на макапы, то есть иллюстрации интерфейсов, которые вы набросали, какие-то скетчи, может быть, уже готовые какие-то картинки. Может быть, ссылка на техническое задание. Какая-то картинка, которая показывает, какой результат вы хотите получить. И здесь же, на этой же страничке, важно отмечать прогресс из того, что уже сделано по проекту. То есть вы можете писать, какие вы этапы прошли. Об этапах разработки мы чуть попозже поговорим. Можете отмечать, насколько вы идете по плану, опаздываете, либо все, как запланировано. И можете отмечать каких-то героев, которые хорошо сделали свою работу. Ну, это опциональные, скажем так, пунктики, да, то есть, может быть, на главной страничке что-то еще. Но цель главной странички в том, чтобы дать целиком представление о том, как идет проект. Дальше можно увидеть, что здесь внизу есть несколько вкладок, да. Мы видим, есть вкладка «Команда», вкладка «Дизайнер», «Разработчик» и ссылки. Соответственно, давайте про каждую из них немножко поговорим. Вкладка «Команда» — это просто небольшая база контактов и информации о членах вашей команды. Понимаю, что у всех есть различные смартфоны, в email контакты хорошо сохраняются, но, поверьте мне, вам будет удобнее, если в одном месте у вас будет информация о всех людей, которые участвуют в проекте. И я для себя обычно в таких случаях пишу колоночки места, где находится человек, особенно актуально для тех команд, которые распределены по разным городам. Контакты, которые вы чаще всего используете. В моем случае это телефон, email и предпочтительная социальная сеть, Facebook или ВКонтакте. И за что отвечает человек. Вы можете для себя добавить еще какие угодно колоночки, можете их заполнить и, собственно, вписать сюда все про вашу команду. И дальше у вас каждая вкладочка идет на каждого члена вашей команды. В каждой вкладочке вы пишете план для этого человека, что он делает, какие у него есть задачки, какие есть главные приоритеты на текущую неделю и какие есть взаимодействия с другими людьми из команды. Последняя вкладочка, она очень простая. Если у вас есть какие-то документы, которые куда-то загружены, общий доступ, то неплохо было бы в одном месте собрать на них ссылки, чтобы люди всегда могли вовремя найти все, что используется в проекте. Вот, казалось бы, совершенно простой такой ресурс, таблица. Никаких специальных функций для того, чтобы вести проект, у него нет. Но, поверьте, не раз спасала эта таблица нас 10 лет назад, когда я работала в ICIC, когда еще не было особо много специальных сайтов для руководства командами. И до сих пор, когда я веду какие-то проекты, даже работая с командой в одном офисе, иногда мы пользуемся Google таблицей, когда нам хочется сделать это максимально быстро и просто. Давайте сейчас вернемся. У нас дальше по плану еще два примера ресурсов, которые хочется вам показать. Если вы уже такие немножко более продвинутые и разбираетесь в разных приложениях, программах, которые используются для управления проектами, то наверняка вы слышали о Trello и о ToDoist, Сейчас я их тоже покажу. Давайте сначала посмотрим на Trello. Сейчас тоже у меня должен быть расшаренный экран. Давайте я вам открою проект. Видно сейчас экран? А, я не могу видеть ваши плюсики, потому что у меня какая-то вкладка. Так, ну, я вижу, что плюсики ставят. Вот, мы открываем Trello. Trello — это такой очень удобный инструмент для того, чтобы делать проекты совместно. Мы видим здесь основную область, это называется board. Здесь есть списки, они у меня названы незамысловато. Что надо сделать, что делается в процессе, что уже сделано. И в каждом списке вы можете заводить задачки. Давайте попробуем. Вот, добавим карточку. Карточка — это задачка. Например, надо сделать дизайн первой страницы сайта. Мы добавили сюда карточку. Зайдя в карточку, мы можем видеть здесь много разных функций. Можем добавлять сюда участников, людей, которые отвечают за эту задачку. Можем помечать ее специальными ярлыками. Можем добавлять чек-листы внутрь этой задачки. Можем ставить дату, приотачивать файлик. В общем, очень много разных функций. У меня на английском, я думаю, потому что у меня изначально выбран интерфейс английский. Но, в принципе, она даже совершенно интуитивно понятна. Здесь можно писать комментарии. Можно архивировать задачку, копировать на нее ссылку. Можно делать очень-очень много всего. И как мы обычно пользуемся Trello, Improve Group, или как я им пользуюсь для того, чтобы работать со своим блогом. Когда задачка у нас находится в списке «Сделать», чем выше она находится, тем более приоритетная она. Если я добавляю новые задачки, там, не знаю, дизайн раздела новостей, да, например. Вот так у меня появляется много-много-много разных карточек. И когда я беру эту задачку в работу и начинаю над ней работать, я ее беру мышкой и перетаскиваю в соседний список. И все люди, которые подписаны на вот эту мою платформу, с которыми я вместе ее использую, они будут видеть, что задачка, значит, по дизайну первой страницы сайта перешла из раздела запланированных в раздел уже тех, над которыми идет работа. Это помогает избежать двух вещей. Во-первых, люди, которые делают примерно одинаковую работу, например, если у вас в команде двое разработчиков или двое дизайнеров, они не будут делать одну и ту же задачу одновременно, потому что будут видеть, что кто-то ее уже взял и уже делает. С другой стороны, это также помогает следить за прогрессом. И вы, как руководитель проекта, можете видеть, сколько задач еще до сих пор никак не использовались, а сколько задач уже в процессе, либо переместились, например, хоп, и сделано. Количество списков в этой доске, в этой борде, их, может быть, сколько угодно вы можете добавлять. Новый, там, не знаю, делегировано, например. Ой. Делегировано. Иногда есть такое. И добавлять сюда задачки, которые вы отдали каким-то внешним людям, не относящимся к команде. Можете добавлять сколько угодно их еще здесь справа. Это один из примеров того, как может выглядеть Trello. В принципе, если в ней покопаться, вы можете для себя выбрать наиболее удобный способ. Я использую ее и для своих проектов по работе, и для путешествий, и для блога, и для всего. Если сейчас сильно долго на этом не останавливаться, то есть еще другой инструмент, который тоже довольно простой в использовании. Это Todoist. Если честно, я им сама не то чтобы сильно пользуюсь. Мне трегла хватает. Но ребята на работе активно пользуются для рабочих проектов. Очень советуют для того, чтобы, опять же, координировать действия друг друга. Todoist точно можно перевести на русский. Вы просто идете вот в настройки, в настройках выбираете русский язык, и все становится по-русски. Здесь это просто, по сути, Todoist, то есть лист задачек. Добавляя те же самые задачки здесь, они появляются, и потом их можно отмечать, галочка, они будут сделаны. Посмотреть сделанные задачки можно будет вот здесь вот внизу. И здесь распределение задачек по проектам реализовано вот в левой стороне. То есть если там у нас были такие списки в трейла, да, здесь вот такие вот есть проекты в виде вот таких цветных точечек, и можно разделять на разные проекты, разные задачи, тоже делиться ими со своими коллегами, добавлять ответственных за задачи, добавлять к ним время, убирать приоритеты. Очень-очень много всего. И почему Todoist хорош и прост? Потому что он практически ничего не требует для того, чтобы в него залогиниться. Если у вас уже есть Google аккаунт, вы просто с ним туда заходите и сразу же можете использовать. Он очень быстро объясняет сам, как с собой пользоваться, и практически не требует никакого научения. Вот такие два инструмента. Да, оба они в бесплатном исполнении трейла, еще более бесплатные, чем Todoist. То есть за все годы, которые я им пользуюсь, он ни разу мне не предлагал, чтобы я что-то там купила. Но Todoist есть специальные платные функции. Давайте пойдем дальше. Я сейчас остановлю демонстрацию, вернемся к слайдам. Мы с вами закончили на том, что есть у нас технологии, которые позволяют для команды создать некое подобие виртуального офиса. Для того, чтобы пользоваться виртуальным офисом, не забудьте договориться о том, как часто люди из вашей команды заходят в это виртуальное пространство. Еще раз напомню, что очень важно, чтобы на видном месте были цели и прогресс по проекту. Если у вас много человек, они очень разные, это важно, чтобы они могли как-то персонализировать под себя пространство, либо сделать свои какие-то пометки, либо добавлять какие-то свои герлочки туда. В принципе, и Trello, и Todoist позволяют это делать, и в Google Doc'ах там вообще очень много возможностей это делать как угодно. И важно, что если у вас используется несколько разных ресурсов, в частности, файлы хранятся в одном месте, а для виртуального офиса используется какая-то другая программа, то важно, чтобы ссылки везде присутствовали, чтобы люди не ходили в несколько разных мест с разными вещами. Собственно, про виртуальный офис пока что все, и про технологии, и хочется немножко поговорить о том, какие есть особенности работы именно с IT-шными проектами, с IT-шными командами. Я сразу скажу, что это такие вещи, которые, может быть, довольно универсальны для IT-шной отрасли в целом, и они, наверное, помогут тем, кто никогда с IT-командами не работал, говорить хотя бы с ними на одном языке. Быстренько пробежимся по такой теме, которая всех волнует. Кого же выбрать? Целую команду, какую-то студию разработки, либо фрилансера, который может сделать все в одиночку? Ну, честно скажу, что очень много есть случаев, когда и тот вариант, и этот становится таким троянским конем, и вообще непонятно, что от него ожидать, будет успешной работа или нет. Поэтому давайте я расскажу немножко о том, какие особенности есть для работы вообще с IT-шной сферой, и, может быть, эти особенности помогут вам как раз найти тех единомышленников, тех людей, с которыми проще всего работать, и вы для себя поймете, команда все-таки или фрилансер вам важнее. Для начала давайте, для тех, кто не знает, я просто быстренько расскажу, что так или иначе какой-то программный продукт вы не делали, будь это сайт, приложение или какая-то большая сложная система, он проходит в продукт некоторой стадии разработки, и чаще всего они более-менее одинаковые. Понятно, что есть разная специфика, но так или иначе, всегда есть какое-то техническое задание, всегда делается проектирование опыта взаимодействия пользователя и программы и интерфейса, идет дизайн, верстка, программирование, тестирование и приемка заказчикам того, что было сделано. Если посмотреть на первый и последний пункт, вы видите, что они такие серенькие. Я их специально выделила таким цветом, потому что в разных компаниях, в разных командах они могут значить совершенно разные, иногда есть какой-то предварительный этап, который значит стратегию, планирование, понимание того, какую задачу решает продукт. Иногда этого этапа вообще нет, все начинается сразу с ТЗ. И также в конце поддержка вашего сайта, поддержка вашего приложения, может значить все, что угодно, в разных компаниях может быть все, что угодно. Так, пишут, что прервалась презентация. Если что-то прервалось, то, наверное, нужно перезагрузить страничку. Тогда обычно сразу работает. Смотрите, вот этот цикл разработки такой наиболее общий. Что важно в нем понимать? Важно понимать, кто из вашей команды какую функцию может выполнять. Так, а теперь у меня тоже прервалась презентация почему-то. Интересно. Давайте я тоже перезагружусь быстренько. Слайды просто не переключаются или что? Видимо, да. Ну, как вы видите, что минус такого удаленного офиса, условно говоря, может быть в том, что интернет иногда обрывается, и могут быть такие вот накладки. Но как бы при большинстве плюсов небольшой минус – это ничего страшного. Так, мы ждем Анну. Надеюсь, что она сейчас успешно вернется. Да-да-да, вот я и говорю, что, ну, единственный минус такой значимый – это как раз, когда интернет обрывается. Или, например, когда он очень медленный, и работа получается такой действительно тоже медленный. То есть, конечно, при пользовании онлайн-сервисами необходимо, чтобы интернет был достаточно быстрым. То, что, как вы видели, у Анны открыто там очень много вкладок. Ну, в принципе, наверное, так все, кто работает, у всех так. Анна? Меня видно? Да, слышно. То-то вдруг случилось, все куда-то делось, и я вот снова с вами. Давайте быстренько вернемся. Прошу прощения, видимо, какой-то разрыв связи был только что с интернетом. Потому что скайп у нас тоже отвалился. Сейчас на слайдах должно появиться у нас снова цикл разработки. Видно его, нет? О, плюсик есть, видимо, видно. Смотрите. Важно понимать, что из этого всего цикла, какая часть вашей команды может делать. Вот тут цветом выделено. В принципе, часто такое бывает, что один человек может выполнять роль дизайнера, при этом уметь и проектировать интерфейсы, и версткой может заниматься, и как минимум знает, кто может помочь ему в этой области. Программисты часто берут на себя и тестирование. Но вот что касается технического задания и приемки, часто это падет на ваши плечи, и придется с этим разбираться самим. Поэтому прежде чем вы начнете работать именно с IT-шниками, поймите, что вам придется делать на первом этапе, что именно ваш проект из себя будет представлять, какую задачу решать, какие хотите видеть там функции, и подумайте о том, как в конце вы поймете, что вы достигли результата. И нужно понимать, что в разных компаниях и у разных людей, разных фрилансеров есть разные подходы к разработке. Условно, сейчас не будем подробно останавливаться, но я советую вам погуглить, поискать, если вы про это ни разу не слышали. Есть два таких подхода. Первый подход, водопад, waterfall, он говорит нам о том, что все стадии, они происходят последовательно, одна за другой, и в конце, в самом конце, вы получаете результат. Agile подходы, вот сегодня называли Scrum Meeting. Scrum Meeting — это как раз один из элементов Agile подхода. он подразумевает, что вы сначала спланировали то, что можно быстро сделать, сделали это, потом дальше спланировали, как это улучшить, снова сделали, потом дальше улучшили, снова сделали, то есть получается такая итеративная разработка, и вот этот вот большой весь цикл, он становится более коротеньким и более динамичным. Помните, в самом начале мы говорили о том, чтобы держать руку на пульсе? Вот в Agile разработке это особенно хорошо видно, то есть вы короткими итерациями в неделю, в две можете получать маленький результат, маленький рабочий уже продукт, и постепенно его доделывать, доделывать, доделывать. Что вы чаще используете и больше нравится, она спрашивает меня. Если вы про модель разработки, то я работаю в компании, которая очень любит Agile разработку, и любит именно потому, что мы часто сталкиваемся с такой больной темой, что к нам приходят клиенты и говорят, а сделайте нам, пожалуйста, вот это все, и вот много-много всего сразу. Пусть у нас будет, не знаю, движение, в котором мы будем такси вызывать, а там же, чтобы гид по городу был, а там же еще, чтобы можно было билет купить, и еще, и еще, и еще. И когда люди приходят с таким большим объемом каких-то идей и функций, приходится разбираться в том, а зачем все это делается, и как именно это будет работать. И мы уговариваем людей начать с небольшого кусочка, минимальную версию вашего продукта, потестировать ее, посмотреть, как ваша целевая аудитория на нее реагирует, потом сделать мне еще несколько функций, еще, и еще, и постепенно улучшать продукт. Ну, в нашей сфере такой подход лучше работает, хотя некоторые большие проекты, они в том числе и в традиционной вот водопадной разработке хорошо себя чувствуют. Если вы с этим ни разу не сталкивались, то советую вам почитать про это, и когда вы начнете работать с удаленной IT-командой, спросите, какую модель разработки они предпочитают. И они, если работают по одной или по другой, они обязательно помогут вам к ней лучше разобраться, понять, подходит ли это или нет. Дальше хотелось бы еще сказать пару слов об идеальном заказчике. Вот мы находимся, я, в свою очередь, нахожусь и по ту, и по другую сторону, потому что как заказчик я часто выступаю, когда мы делаем сайт для компании, для своей, и какие-то доделки в нем. А как разработчики мы выступаем, наши ребята всегда работают с клиентами, и с другой стороны мы часто видим, что идеальный заказчик, он на самом деле ведет себя таким образом. Он очень хорошо знает, зачем он делает свой сайт или приложение, или что-либо еще, свой продукт, свой проект, знает свою целевую аудиторию. Он чаще всего склонен работать по гибкой модели, по agile. Он очень любит вовлекаться в процесс, то есть не просто дал задачу, забыл про людей на два месяца, через два месяца пришел, сказал, так, ну что у вас там получилось? Нет, так идеальный заказчик себя не ведет. И четвертый пункт, наверное, ну самый критичный, представитель заказчика должен быть один, то есть это не куча людей, которые каждый тянет в идеал на себя, и один говорит, вот сделайте вот это, другой говорит, вот еще вот это добавьте. Это всегда один какой-то ответственный человек от имени заказчика, это не компания, которая дает установку на проект, определяет приоритеты. Так что если в вашей некоммерческой организации есть куча людей, которые хочут поработать с людьми, которые делают, например, сайт, то постарайтесь от этого избавиться, сделайте одного человека ответственным, пусть он именно коммуницирует с удаленной командой, а все ваши внутренние обсуждения, они происходят через этого человека, то есть не нужно перегружать удаленную команду еще и несколькими ответственными за них лицами. И последнее, то что идеальный заказчик всегда понимает, что главное в проекте, а что как бы неплохо было бы, чтобы оно было. И может эти приоритеты хорошо коммуницировать. Но в реальности заказчик чаще всего ведет себя немножко по-другому, он хочет все и сразу, хочет, чтобы это было сейчас либо вчера, и он хочет это лучше всего бесплатно, либо очень дешево. Вот не будьте таким дурацким заказчиком, будьте умными, будьте на одной волне с теми людьми, с которыми вы работаете, и у вас обязательно получится с ними работать, если вы будете вести себя как идеальный заказчик на предыдущем слайде. В общем-то, почти все это об айтишной специфике. Есть еще небольшие лайфхаки и несколько советов от меня личных. Про лайфхаки хочу сказать, что техническое задание такое хитрая вещь, с нее обычно все начинается, и в ней есть два таких лайфхака. Даже если у вас нет своего дизайнера, какие-то наброски, там даже карандашиком на листочке, всегда гораздо лучше помогают удаленной команде понять, что вы имеете в виду. Потому что, как все вы знаете, лучше один раз увидеть, сто раз услышать, описать словами бывает довольно сложно. Какую там зеленую кнопочку вы хотите, где она находится, почему-то она на несколько сантиметров туда вправо-влево двинута. Лучше все это немножко набросать на бумаге либо на специальной программе, и это будет сразу гораздо нагляднее. И еще второй момент про лучшее техническое задание это все-таки сценарий использования. Отталкивайтесь от того, кто будут люди, которые будут заходить на ваш сайт, в ваше приложение. И еще один из лайфхаков, о чем, в принципе, я уже говорила, то, что старайтесь сделать минимально рабочую версию, а потом ее доделывать. Потому что все и сразу сделать довольно сложно и долго. Вы можете очень много времени потратить на что-то, чтобы потом вы поймете, было на самом нужном. Помните, что лучше сделать что-то, что будет уже законченным сайтом. Но пусть в нем будут еще не все странички и не все до конца функции доделаны, но уже люди смогут им пользоваться, уже будет понятно, решает он ту задачу, которую вы собираетесь решить или нет. И несколько советов от меня. Советы такие жизненные, скорее. Если вы хотите найти идеальную для себя команду, которая будет на вас работать удаленно, посмотрите, с кем они уже работали. Спросите у этих людей отзывы, рекомендации, узнаете, что эта команда действительно делала хорошо, что нет. У нас был такой случай. Когда я руководила маркетингом, мы делали наш сайт, и мы спросили у наших клиентов, у кого они делали их сайт. Они нам посоветовали одну дизайн-студию и сказали, что вот у этих ребят отлично был первый этап, они очень здорово обработали наши требования, поняли, что нам реально нужно, придумали очень классную концепцию, здорово ее нарисовали. Но были немножко смазаны последние этапы. На реализации там было много довольно багов, приходилось многое переделывать и доделывать, но это в конце мы уже понимали, что, в принципе, можем справиться и сами, поэтому нас это не сильно волновало. Ну, мы поняли, что, в принципе, нам такой подход понятен, мы готовы на такое, и мы стали работать с этой компанией, и действительно, у нас все точно так же и получилось. То есть, в начале было все идеально, в конце чуть-чуть смазано, но целым результатом мы были очень довольны. И вот эта рекомендация была чуть ли не самым главным пунктом, почему из десяти других компаний мы выбрали именно эту. Второй совет, то, что доверие привлекает профессионалов. Это значит то, что не бойтесь показать, что вы чего-то не знаете, и спросить у вашей команды, этишной команды, как, на их взгляд, будет что-то лучше сделать. Часто эти люди, они очень ценят то, что вы им доверяете экспертному мнению, и будут рады, если вы спросите у них совета, прислушаетесь к совету, и они вам расскажут, как в их опыте решалась подобная проблема. Третий пункт такой любимый, отчасти веселый, отчасти грустный, то, что очень мало кто берется за доделки чужого проекта, чужого кода. Если одна команда начала что-то делать, другая продолжает, скорее всего, ваша продолжающая команда скажет, что все-все-все надо переделывать. Поэтому старайтесь найти каких-то людей, которые делают все-таки сразу, от начала и до конца, и вот как раз подход в виде минимально рабочей версии продукта, он вам в этом поможет. Последние два момента довольно простые, простите, не последние еще, про рейд и про портфолио. Меня часто спрашивают, а насколько айтишникам вообще интересно работать с некоммерческими организациями. Знаете, тут интересный такой момент, потому что для айтишной компании работа программистов – это единственный, самый главный их хлеб. И у каждого программиста есть свой рейд, то есть сколько человек может сделать за час, сколько он получает денег за час, сколько он компании денег зарабатывает за час. И если даже какая-то компания айтишная соглашается работать с вами не за деньги, то это значит, что просто она платит из своего кармана своим программистам. То есть вот этот программистский рейд, его, конечно, не обманешь. Но многие соглашаются, может, не многие, но какие-то компании соглашаются на какие-то взаимовыгодные партнерства с некоммерческими организациями, потому что на самом деле это здорово – иметь в портфолио какой-то интересный кейс, интересную историю о том, как мы не просто сделали какой-то программный продукт, но еще и сделали доброе дело, то есть сделали что-то полезное, хорошее, здоровское и с какой-то великой миссией. Если говорить о том, был ли у нас такой опыт, то у нас есть два проекта, которые мы делали практически бесплатно, то есть не в прибыль себе совершенно. Это у нас есть проект с брендом I'm Siberian и проект с конференцией TEDx. Мы для тех, для других делали мобильное предложение просто потому, что ребятам, разработчикам очень понравилась идея, захотелось приложиться к этой идее и быть частью этой интересной истории. И по сути было интересно просто сделать небольшое приложение, но не заработать, может быть, на нем денег. То есть, в принципе, найти людей в IT-сфере, которые будут работать за идею, довольно возможно. Просто помните о том, что эта идея, она должна быть действительно такой вдохновляющей, стоящей. И вам нужно будет найти таких прям единомышленников, которые согласятся вместе с вами эту идею развивать. Ну и про единомышленников хотелось бы сказать, что вообще найти людей, которые в стиле работы соответствуют вам и работают в таком же комфортном режиме для вас. Это, наверное, самое главное, когда вы выбираете подрядчиков. Поэтому тут вопрос о том, все-таки команда или фрилансер, она как раз... Ответ на этот вопрос, он именно в этом. То есть нужно найти таких единомышленников, которые будут комфортны для вас. И если для вас более подходящие, и вы с ними сходите в своих взглядах, и подходят их модели разработки, то это отлично. Если вам лучше работать с отдельными людьми, они, может быть, более динамичными или более просто относящиеся к каким-то вещам, то, может быть, вам лучше подойдет фрилансер. У нас уже время немножко поджимает. Я думаю, мы еще минуток 5-10 примерно займем. Потом пункт про портфолио спрашивают в чате. Я говорила о том, что для многих айтишных компаний здорово иметь в портфолио интересный проект даже с некоммерческой организацией. Потому что на самом деле это здорово, когда есть бизнес, который, по сути, зарабатывает деньги, но при этом имеет какой-то опыт. Не знаю, мы сделали сайт для, не знаю, Красного Креста, Всемирного фонда дикой природы, или Паралимпиада, или чего-то такого. Какого-то, ну, очень интересной, здоровской истории. Либо, может быть, небольшой истории небольшого какого-то фонда или некоммерческой организации, но такой, который делает какую-то очень важную миссию, которую приятно поддержать. Для других заказчиков, кстати, это будет большим плюсом. Они посмотрят в портфолио этой компании, скажут, о, эти ребята не просто деньги зарабатывают, они еще и вот заботятся о каких-то социальных проблемах. И последняя вещь, о которой хотелось бы сказать в рамках нашей темы, это такие небольшие мелочи, которые могут очень сильно испортить вам жизнь. Почему эти мелочи портят жизнь? Потому что их очень много, и о них всегда забывают. Такие вот маленькие враги, не враги, а, знаете, такие букашечки, такие мешают, но такие, может быть, большие проблемы не делают, просто когда их очень много, они начинают терзать команду на части. Первая вещь — это часовые пояса. У нас страна большая, часто мы забываем о том, что люди находятся в разных часовых поясах, и забываем, что назначать встречи, сроки, дедлайны лучше в каком-то одном формате, одном часовом поясе. Тут очень простые советы, можете использовать это как чек-лист. Нужно знать наверняка, где находятся люди, чтобы эта информация была у вас доступна, кто какой член команды, где в каком часовом поясе. У вас должен быть какой-то общий формат обозначения времени, какая-то дефолтовая зона, дефолтовый часовой пояс, какой-то по умолчанию. Ну, обычно это Москва, но вы можете выбрать и какой-то свой. Важно об этом напоминать, повторять. Ставить напоминалки автоматически, они хорошо ставятся в Google календаре, например. И использовать либо Google календарь, либо такие сервисы, как Doodle, для того, чтобы назначать встречи. Про Doodle сейчас останавливаться подробно не буду, но если вы пойдете по ссылке, вы увидите очень простой способ назначать встречи для большого количества человек. Думаю, он, наверное, спас мне очень много нервов в свое время, и я его использовала очень много в некоммерческой сфере, а потом перетащила с собой в нашу компанию. Сейчас половина компании пользуется тоже этим сервисом, потому что раньше до этого мы в письмах просто переписывались и писал каждый кому, когда удобно встретиться. А теперь пользуемся Doodle, и гораздо быстрее все это происходит. И еще один здесь есть хитрый момент. Так называемые дни хаоса. Я так называю их для себя, потому что это такие дни, про которые часто... И если на них, не дай бог, назначено, что это какое-то... Они обычно становятся вот такой вот мелкой неприятностью. И к дню хаоса относятся дни, когда меняется время, то есть плюс один, минус один час, зимнее, летнее время. У нас вообще с этим какой-то бардак в стране. Они кто отменяют, кто снова возвращают. Вот в некоторых... Особенно вот эти страны в СНГ до сих пор есть этот день, когда меняется время, и нужно об этом дне знать. Кроме того, есть такие дни хаоса, типа праздников. То есть в разных странах они тоже разные. И часто бывает такое, что мы работаем с какими-то коллегами, фрилансерами из стран, которые говорят на том же языке, и забываем просто об этом. То есть ребята с Украины, Белоруссии, они забывают то, что мы не знаем об их праздниках. Мы забываем, что они не знают о наших праздниках, и коммуникации из этого страдают. Вроде бы мелочь, но мешает людям. И вторая мелочь, которая сильно мешает и очень затягивает процесс коммуникации, это несоответствие различных программ между собой, программ операционных систем. Чаще всего это проблемы с тем, что у кого-то Mac, у кого-то Windows, либо это несоответствие программ версии Microsoft Word, Office, Excel, PowerPoint, либо если вы работаете с дизайнером, и у них такая же может быть тема с графическими редакторами, например, Coral часто версии не совпадают, либо шрифты слетают. Все это, конечно, вроде бы мелочи, но они затягивают очень сильно общение. Эти мелочи лучше сразу избегать их, чтобы договариваться об этом изначально. Если вдруг они случились, то исправлять сразу же, когда они появляются, и доводить до сведения каждого, что эти мелочи, в принципе, существуют, и чтобы все знали, как действовать, что делать, когда они случатся. Очень простой пример про документы вордовские. То есть решите, какой вам нужно получить ответ от вашей команды, если вы им посылаете вордовский документ. Во-первых, может быть, вордовский документ посылать вовсе не нужно, потому что если, например, вам нужно просить, чтобы они прочитали какую-то информацию, лучше всего перевести его в PDF, и тогда, скорее всего, все шрифты и вся информация отобразится на любом компьютере правильном. Но если вы хотите, чтобы люди добавляли что-то, редактировали, комментировали, то лучше всего для команд подходят такие сервисы, как Google Docs, потому что в них комментарии можно делать очень просто. Там сразу видно, что человек зашел и редактирует документ. Google Docs — это совершенно простой инструмент. Не знаю, надо на нем устанавливаться или нет. Но так же, как мы с вами смотрели на таблицу, то есть вы заходите в Google Диск, нажимаете «Создать Google Документ», и можете просто скопировать все из своего вордовского документа, туда вставить, либо его просто загрузить туда целиком. Там такая функция тоже есть. Вот, собственно, такой самый-самый простой пример, который показывает, как этих неприятных мелочей можно избежать. И последнее, о чем я хотела бы поговорить, но у нас немножко уже время заканчивается, это о том, почему я верю, что все-таки виртуальная команда может существовать как единое целое. У меня к вам предложение. Давайте, если хочется послушать, и мы не против, если мы немножко задержимся, то я расскажу про эту часть. Давайте, если вы хотите послушать, то нажмем единичку, в чат отправим, а если все-таки время поджимает, то могу перейти к вопросам. Все хотят. Ладно, тогда я быстренько расскажу. Это в основном у меня связано не с айтишными командами, а с волонтами. В частности, когда я работала в айсике, я научилась почти всем вот этим вещам. Почему? Потому что айсик – организация международная, и множество проектов там делаются, даже когда ты вообще не видишь людей вживую, то есть ты всю жизнь с ними, ну как, всю жизнь, несколько месяцев или даже целый год можешь работать только виртуально. Вначале я рассказывала немножко про это. Мне кажется, еще важный момент, что я работала все-таки с волонтерами. То есть люди в айсике в основном работают, это студенты, молодые люди, то есть помимо своей учебы они еще делают что-то интересное, развиваются, делают международные проекты. У волонтеров какое отличие от любых других людей? Это что они делают, что это не за деньги, да? И встает вопрос о том, а что именно мотивирует волонтеров? Если обобщить, что именно мотивирует людей заниматься какой-то деятельностью не за деньги, это вот те пункты, которые вы видите у себя на экране. Кто-то мотивируется тем, что они делают что-то очень крутое, классное, здоровское, это великая какая-то миссия, интересный какой-то проект. Кто-то делает что-то ради собственного опыта и развития, прокачивает какие-то навыки, узнает какую-то сферу лучше. Это тоже очень сильный мотиватор. Кто-то делает что-то, потому что если нет денежного фактора, то чаще всего человеку дается большее свобода действий, как реализовать ту или иную задачу. И чаще всего волонтерские проекты, они более демократичны в плане своего устройства, чем какие-то коммерческие структуры. Ну и последнее, может быть, не последнее, но одно из тех, которые я точно часто всегда видела, это то, что работа над какими-то волонтерским проектами, чаще всего это признание. Люди любят порасспрашивать об этом, и люди, которые работают волонтерами, им приятно рассказать о том, чем они занимаются. Как эту мотивацию использовать, как этим фактором пользоваться, когда вы руководите такой командой? Первое, что очень-очень важно, это понимать мотивацию каждого конкретного человека. То есть сколько бы у вас людей не было в виртуальной команде, если волонтер взялся за проект, значит, у него на то была какая-то причина. Причина – это ответ на вопрос «почему?», вопрос из прошлого. Почему в прошлом, когда ты принял это решение, зачем-то взяться за этот проект? Второй вопрос – это зачем? Что ты хочешь получить? Что ты хочешь достичь? Это цель, это вопрос будущего. То есть понятно, что ты когда-то взялся по какой-то причине, но ты сейчас это делаешь, делаешь, и к чему ты хочешь прийти? То есть какой-то навык получить, или какие-то связи, или просто чувство удовольствия от этого достижения, от того, что ты работаешь с людьми от какой-то важной проблемой. Что вам поможет в этом? Лично для меня всегда работали индивидуальные чаты. То есть если работа по проекту у нас была всегда в общих чатах, мы собирались в Скайпе, либо в УВУ, и обсуждали все вместе, всей командой, то такие вопросы серьезные и личные мы всегда обсуждали только один на один. То, что многие люди могут перед всей командой не раскрыться и не сказать о каких-то своих причинах и целях. А один на один со своим руководителем проекта они обычно более доверительны и могут об этом рассказать. Казалось бы, зачем вся эта информация вам? Ну, ведь она точно не нужна в самом начале. Ну, почему ей важно обладать? Потому что в самом начале люди обычно на энтузиазме. Они готовы делать все, что угодно. Они не задумываются о каких-то сложностях. Но какие-то сложности, они всегда возникают. И этот самый черный день, когда он наступает, вот эта информация вам очень сильно поможет. Вы поймете, какие задачки лучше дать людям, которые столкнулись со сложностями. Вы поймете, какие разговоры помогут вернуть этого человека. И будете применять те инструменты, которые этим людям подходят. То есть не откручивать отверткой гвозди, а действительно делать те мотивационные вещи на тех людей, которые они действительно влияют. Без понимания причины и цели сделать это довольно сложно, чтобы будете действовать наугад. Второй момент. Это тоже такой, наверное, вывод классный, который я сделала из своего опыта работы в некоммерческом секторе. Очень важно мыслить глобально, действовать локально. Что это значит? Значит, что вся команда очень хорошо понимает весь контекст проекта, зачем, что делается, почему, какова глобальная цель всего этого дела. Но при этом сами задачи, которые делают люди, они очень конкретные и результаты очень хорошо виден. Потому что если какие-то задачи, они очень долгосрочные, то люди обычно теряют интерес. И в виртуальных командах очень сложно вернуть интерес, потому что вы не находитесь рядом друг с другом. Вы не видите друг друга довольно часто. Если вы задачки делаете короткие, человек видит результат и прогресс постепенно и довольно быстро, тогда эта глава не становится проблемой. И еще один момент. Такие веселые штуки, я их называю, помогашки. Часто чисто такие человеческие простые вещи, особенно сейчас в век социальных сетей, они учатся в команде чувствовать что-то общее. Это может быть какие-то общие фотографии, коллажики, теги, которые люди используют, либо сделать аватарки в одном стиле с каким-то значком, картиночкой, которые будут помогать людям, говорить о том, что я часть вот этой особенной команды, я часть вот этой особенной истории, этого особенного проекта. Вроде бы мелочь, но обычно она очень помогает, особенно когда проект долгосрочный, и люди так и не видятся никогда вживую. И еще один, связанный с этим момент, тот такой веселый случай у нас был, что у виртуальной команды могут быть свои традиции, приколюхи, ритуалы какие-то. Вы можете придумать что-то такое, что вы будете делать одновременно, либо, не знаю, послушать одновременно одну песню, сделать одновременно какую-то еще там, не знаю, веселую штуку. В общем, что-то такое, что будет только у вас, ни у кого, и люди будут воспринимать такую особенность вашей командной культуры. Один из примеров, такой, ну, совершенно бредовый, но добавляет очень много фана и чувства единства командам, это чекин. Представьте, что у вас команда распределена по разным городам, но в каком-нибудь приложении, например, Foursquare или Swarm, вы делаете виртуальный, и все называются одинаково. И люди там чекинятся. Если вы работаете с молодежью, то, поверьте мне, это будет весело и интересно. Люди будут чекиняться в своих разных точках, но у всех будет написан там офис проекта, номер там такого-то, такого-то. Это всего лишь примеры. Понятно, что у каждой команды, в зависимости от культуры, особенности могут быть свои какие-то фишки, можете придумать свои какие угодно. И последнее, пожалуй, самое такое важное для поведения вас, как руководителя, это почувствовать себя в чужой шкуре. В английском это выражение звучит как put someone's shoes on, то есть надеть чьи-то ботинки. Мне это выражение нравится чуть больше, чем русское, потому что ботинка всегда два. Мне кажется, что эти два ботинка – это фидбэк и признательность. То есть один важный момент, который вам всегда стоит держать во внимании – всегда давайте обратную связь. Говорите людям, что они сделали хорошо, что не очень, как идет прогресс. А второй момент – это всегда хвалить людей за сделанную работу, потому что в виртуальной команде они не увидят ваше лицо, они не увидят ваши эмоции, когда вы получили результат какого-то кусочка задачи. Но если они услышат от вас эти слова на встрече, на вашем скайп-чате, например, либо вы отправите им сообщение, они будут работать с большим энтузиазмом. Наверное, самая большая проблема российского бизнеса – то, что мы очень мало друг друга хвалим, очень мало выражаем друг другу признательность за то, что сделали работу хорошо, и думаем, что это было ожидаемо. На самом деле это очень просто, и очень много добавляет энергии для команды, особенно той, которая работает не вместе в одном офисе. Когда помните то, что вы для них человек, который всегда должен быть незримо присутствующий рядом, то есть руководитель команды, это не только человек, который раздает задачи, но тот человек, который заботится о своей команде, знает, что у них происходит в жизни, как-то передает им, может быть, с тем, что они делают, как по части проекта, делится какой-то интересной информацией и напоминает о самых важных вещах всегда вне зависимости от того, где там он находится, в какой-то части планеты, в какой-то поездке и так далее. Поэтому будьте всегда незримо рядом, и ваша команда это будет очень-очень сильно ценить. Я все это рассказываю не просто так, потому что у меня был опыт действительно очень классного руководства. Когда я была внутри команды, вот наш тимлидер, он очень-очень здорово эти принципы применял, собственно, с него я получила вот такой небольшой чек-лист. Я думаю, что если вы будете пользоваться, у вас будет такая же классная команда, как была у нас. Ну, собственно, на этом давайте, наверное, заканчивать. То есть если подвести итог, то ваша виртуальная команда действительно может стать цельной командой, если вы будете верить в то, что каждый из них уникален, важен, и именно он важен для того, чтобы весь проект получился, при этом будет четкие правила и ответственности у каждого человека. И если вы сами, как лидер этой команды, будете вести себя самым лучшим образом, ну и помните, что все люди, они разные, то есть кому-то будет удобно переписываться с вами в чате. В общем, сделайте так, чтобы люди всегда чувствовали индивидуальный подход, и они обязательно это оценят. Собственно, поговорили обо всем, о чем хотели. Если у вас остались какие-то вопросы, я искренне извиняюсь, что тут у нас были небольшие технические неполадки. Мы немножко из этого задержались по времени. Я очень надеюсь, что было что-то интересное. Я еще буду здесь какое-то время вопросы в чат написать. Если вдруг вы все, что мы здесь обсуждали, то запомните как минимум вот эти два пункта, те самые золотые правила, что нет ничего очевидного, и нужно всегда держать руку на пульсе, тогда у вас обязательно все получится, даже если команды у вас распределены и никогда не встречаются вместе. На этом давайте закончим. Я очень буду рада, если вы заглянете ко мне в блог, или будете писать на социальные сети. Всегда очень рада новым знакомствам, новым людям. На этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. Хочу сказать, во-первых, я для себя тоже некоторые вещи подчеркнул. Хотя действительно, мы в Теплице также являемся распределенной командой, и мы в разных городах все и также удаленно работаем. Леша, а какие, например? Не, ну на самом деле, вот такие просто чисто мелочи, последние, которые ты рассказываешь, которые действительно очень сильно влияют на мотивацию команды, действительно очень важно. И вот иногда этого не хватает, хотя это действительно просто, да, то есть там. Вопросы, вопросы, вопросы. Есть у кого какие-то вопросы? Вопросов, видимо, нет. Ну, мне кажется, это действительно очень хорошо, так все рассказала очень полно, поэтому вопросов, в принципе, мало. Но тема, она такая, достаточно глубокая, и, конечно, можно там искать что-то еще или там разветвляться, но, в общем, точно хорошо рассказала. Я думаю, что если у людей будет вопрос, они просто обратятся к себе лично. Да, я с удовольствием отвечаю и на письма, и на комментарии, на сообщения в социальных сетях. В Фейсбуке очень быстро и просто мне общаться, поэтому пишите без проблем. Если какие-то пункты вас заинтересовали или захотелось бы подробнее узнать о них, я поделюсь всем, что знаю, или вот дам какие-то ссылки. Еще будете рассказывать, тут как-нибудь спрашивают. Если Леша меня после всего рассказывает, позовет, я не против. Да, мне кажется, просто она надо на просторах интернета искать. Мне бы хотелось бы лично, мне хотелось бы, да, лично вот сделка вебинара касательно больше каких-то инструментов, да, и вот каких-то таких лайфхаков вот именно в инструментах. Вот ты показал сегодня про Трелло, да, то есть вот мы их в теплице используем. А условно говоря, просто показать именно какие-то вот правды, лайфхаки, которые просто делают работу намного эффективнее. Вот как-то кто-то сбрасывал ссылку в чат по поводу того, что у Трелло есть классный блог, классная вещь, и в том числе они делают подборку таких вдохновляющих примеров досок, да, которые можно вообще использовать в своей жизни. То есть вот, ну, условно говоря, если вы не знаете, для чего можно сделать, то можно зайти туда и посмотреть. Там действительно просто невероятное количество какое-то. То есть я даже не мог подумать, что это можно использовать. Вот. А касательно других каких-то инструментов, то есть, возможно, если вот мы так договоримся, было бы интересно поговорить о конкретном вот каком-то инструменте. Так, вопросы еще какие-то были, будет ли я... Да-да-да, говорю. Если выберем какой-то инструмент, который хотелось бы посмотреть с разных сторон и все его плюсы, минусы и какие-то действительно фишки и примеры посмотреть, я думаю, можно. Без проблем. Я могла бы собрать какие-то способы использования и Трелла, и того же Гугла, и остальных. Ну, и плюс какая-то там статистика интересует. Ну, условно говоря, там, если ты используешь Трелла в проектах, да, то... Ну, то есть там, какой средний срок проекта, как это вообще влияет, там, например, какой был срок проекта до использования Трелла, например, да, и, может быть, он сократил время, да, там, проекта. То есть, условно говоря, понять, насколько это эффективно и вообще, то есть, на что это конкретно влияет. Ну, это, может, такие действительно очень глубокие вопросы, но, тем не менее, они важны. Вот. Кто-то спрашивал про видео. Видео будет... В принципе, сейчас его можно даже скачать самостоятельно с вкладки документа, но я думаю, что проще дождаться, когда мы YouTube это выложим, просто чтобы можно было поделиться с кем-то. Так, сейчас я читаю еще вопросы. Как вариант курса по управлению проектами вы на кого планировали сделать курс или обучить? Лично у меня такого пока что в планах не было. Я думаю, есть люди, которые гораздо лучше разбираются в особенностях именно project management. Ну, вот я просто отвечу и предвосхищу, в общем-то, будущее Теплицы в плане того, что мы начинаем работать над таким курсом. Там немножко будет, ну, так, своя особенность, конечно, да, но вот мы начинаем работать над курсом по взаимодействию НКО и различных дизайн-студий и вот IT-компаний. То есть курс будет, наверное, к концу этого года. Да, ссылочку уже кинули. Так, не хватает чата. Так, как так. Ага, примеры. Ну, в общем, как вы понимаете, да, то есть инструменту дает очень большую такую свободу, и их действительно много. То есть нужно просто пробовать и выбирать для себя те, которые работают, поэтому, ну, в общем, не знаю, мне кажется, реальные возможности сейчас просто надо... Я просто к тому говорю, что надо действительно быть благодарным тому, что мы живем в настоящее время, да, что не 20 лет назад, как это было, а сейчас у нас возможностей просто очень много. Поэтому там делать свою работу более эффективно, как бы, ну, нужно и можно, и это действительно бесплатно, что самое интересное, вот. В общем, тогда еще раз говорю спасибо большое Ане. Если какие-то вопросы у вас будут, вы можете ей писать напрямую. Вот, а мы тогда заканчиваем наш вебинар, и я думаю, что в ближайшее время там появится запись. Если кому-то нужно очень срочно, вы можете скачать ее в том числе и презентацию в вкладке документов. Вот, тогда я отключаюсь. Еще раз спасибо, Аня, и до новых встреч в эфире. Да. Субтитры сделал DimaTorzok